А в Китае в каких провинциях в основном приходится бывать? Шанхай, Пекин, Гонжоу, Гонконг. Вообще, понять менталитет китайцев нужно или это запредельно для нас? Можно. Ну, я с Китаем работаю уже 15 лет, поэтому... Я так понимаю, все-таки они говорят не то, что думают, а думают не то, что говорят. Это зависит от обстоятельств. Если ужинать с ним вечером, то, скорее всего, будет все как обычно. А если вести переговоры деловые, то там, конечно, свои тактики, свои способы. Готовы? Все готовы? Поехали! Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ее ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Все обитательницы Илатомского психоневрологического интерната, независимо от возраста, зовут Александра Седова папой. У каждого человека должен быть папа. Но для меня это честь. И я должен соответствовать этому высокому имени папы. 30 минут, и руками этих женщин набережная Аки в Ялатьме преображается. Работа сезонная. И в этом случае на помощь нам приходят просто-напросто проживающие интернета. Люди, которые хотят, любят и могут работать. В зеленом марафоне вокруг Кремля приняли участие российские знаменитости и родители особенных детей, начинающие спортсмены и чемпионы мира. Знаете, богатство – это тогда, когда все вокруг счастливы. Это не наличие количества денег, а когда ты можешь, умея зарабатывать, поделиться этим. Почему общественная активность – необходимая составная часть предпринимательской деятельности? Смотрите прямо сейчас. Сегодня у нас в студии Алексей Брызгалов, руководитель Центра стратегических инициатив сообщества, предприниматель. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей, кроме того, что вы занимаетесь логистикой, вы создали Центр стратегических инициатив сообщества. Для чего и чем он занимается? Центр стратегических инициатив сообщества ставит перед собой цель формирования самоответственного и социально справедливого общества. Ну, это же в принципе практически невозможно. Это уже много экспериментов в мире было. Там и коммунисты пытались, и социалисты, и демократы. Но история, к сожалению, показывает, что справедливость на земле очень трудно устанавливается. Но стремиться к этому необходимо, и я думаю, что с этим сложно спорить. А название такое «сообщество» как возникло, почему через черточку? Да, хороший вопрос. Почему «сообщество» и почему через «дефиз»? Дело в том, что приставка «со» является приставкой целого ряда слов, которые являются для меня жизненными принципами и ценностями. Ну, например, «соучаствовать», «соединять», «содействовать», «созидать» — это те слова, те принципы, на которым и может зиждеться здоровое общество. Мы работаем в двух направлениях. Первое — это фонд конкурсной поддержки «Русский грант». Второе направление работы — это исследовательский центр «Базис», который занимается теорией, исследованием, изучением вопросов, влияющих на понимание этой самой самоответственности и социальной справедливости. Ведь что такое самоответственность для нас? Самоответственность — это когда человек, каждый человек в обществе понимает свою личную, персональную ответственность за свою собственную жизнь и не перекладывает эту ответственность на кого бы то ни было. Если говорить про фонд конкурсной поддержки «Русский грант», как мы находим сторонников, ну, мы их не находим, они находятся, подобное притягивает подобное, и мы находим какие-то общие точки соприкосновения, сотрудничества. Мы не благотворительный фонд. Мы фонд, который оказывает благотворительную поддержку другим уже существующим фондам, организациям и, в первую очередь, их лидерам. А следите за тем, как расходуется эта благотворительная помощь? Нет, никакой отчетности, подотчетности мы не требуем. То есть вы работаете с теми, кому вы безгранично доверяете? Доверяем. Совершенно верно. Совершенно верно. Я знаю, что вы давно поддерживаете психоневрологический диспансер в Рязанской области. Вообще ПНИ — это такая больная тема. Я бывал, да, как бы, ну, тяжелое. Остается такое ощущение после посещения. Вы сами там часто бываете? Почему в Рязанской области? Почему именно этот ПНИ? Познакомились с его руководителем Александром Седовым через наших общих друзей в Рязанской области. И как только мы с ним познакомились, прям буквально с первой встречи стало понятно мне, что это тот человек, который горит своим делом. И сходу возникло желание ему помогать. Когда Александр Седов приезжает на работу, со всех сторон слышно. Папочка приехал. Папа на работу пришел. Александр Николаевич — директор Елатомского психоневрологического интерната. Для всех проживающих здесь он как отец родной. Я этого не стесняюсь. У каждого человека должен быть папа. И то, что они папа называют меня, это не лезь в мне, это, ну, для меня это честь. И я должен соответствовать этому высокому имени папы. Честно говоря, когда съемочная группа программы «Фактор жизни» была в дороге, рисовалась нам не самая радужная картина. У большинства людей представления о таких заведениях носят негативный характер. У кого-то, по слухам, кто-то имеет печальный опыт посещения. Но когда мы вошли на территорию Елатомского интерната, возникло ощущение, что попали в дорогой пансионат отдыха. Вы вот когда ходили, заметили, для меня сам положительный результат — это счастливые лица наших проживающих. Это самый положительный результат. Ну и, конечно, чтобы наши сотрудники с радостью ходили на работу, с удовольствием были, делали здесь добрые дела. Вот это результат. Интернат в этом году отметит 90-летие. За это время его обитатели повидали разных руководителей. Хороших, плохих, очень плохих, средних. Александр Седов, назначенный 7 лет назад, пришелся по душе всем. Весь персонал должен подбираться так, чтобы люди понимали, это грамотные персоналы были, чтобы не просто выполнить свои назначения от и до и уйти, а сочувственные люди были, понимали, в какой жизненной ситуации оказались люди. Как профессиональный хозяйственник, Александр Седов сразу стал наводить порядок. Отремонтировал жилые комнаты, поменял в столовой холодильнике, обустроил теплицу. Вместе с жителями интерната посадил яблоневый сад. На территории интерната есть теперь зона отдыха с небольшим бассейном и качелями по периметру. Большая площадка, которая в теплое время года становится концертной. Оборудованы кабинеты лечебной физкультуры, терапии и тренажерный зал. В этом году начато строительство храма. Нам разрешили розетки в палате, разрешили картины вешать, паласы разрешили. Ездим в поездки, в цирк ездим, в Москву вот один раз ездили. Ну, по монастырям ездим, больше на соревнованиях ездим, спортом занимаемся. Часто журналистов встречают именно так, как встретили нас – заранее подготовленной программой. Осмотр территории корпусов, импровизированный концерт. Но стоит заметить, что никакой показухи на этот раз не было. Все по делу. И порядок такой за неделю не наведешь. И видно, что хор организовали не утром. И вообще, по лицам людей читается, как здесь живется. Здесь темные леса, и ничьи волоса, Здесь золью на тобой, великие каши, А в шепотах болей, прости кашей, Ела тьма удивительная наша. Попала сюда, к Александру Николаевичу, он меня пригласил попробовать. Через, наверное, месяца два я поняла, что это все мои дети. Столько доброты и столько искренности я не получала нигде. И мне стало интересно, а смогут ли они петь. И мы попробовали. И попробовали так. Теперь эти девочки просто не представляют мысли, как они жили без песен. Я не представляю, как я жила без них. Причем получается хорошо, достойно. И мы свой интернат представляем, например, как и у нас в Ела тьме. Так и пошли областные конкурсы, районы, фестивали, встречи, совместные концерты. Жизнь моя просто стала как в сказке. Мы детям на конкурсы выступаем. Это нам дает какую-то, как сказать, радость, дает нам счастье. Мы очень любим. Вот еще я хожу в храм. Каждое воскресенье, каждый праздник хожу в храм. Это тоже для меня счастье. В общем, здесь хорошо. С чего у вас началась благотворительная деятельность? Ну, наверное, такой первый случай был. Я снимал квартиру, жил на съемной квартире. И как-то раз встретил на площадке соседа, дедушка. И он так попросил, молодой человек, а можете мне соли дать? Ну, разумеется, у меня дома есть соль. Зашел домой, пригласил его, он тоже зашел. Дал ему соли. И он так, опуская глаза, спрашивает. А хлеба нет? А хлеба нету? Да, ну, на самом деле, как бы и смех, и грех. На самом деле, у человека не было даже хлеба. Да, он получал пенсию, но не всегда мог до нее дойти. У него не было близких, родных, он жил один. И так я узнал, что у меня на лестничной площадке есть человек, который нуждается в моей помощи. С этого все и началось. Есть такие замечательные строки из одной песни. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Это, наверное, и есть та гармония и баланс внутри общества, который нужно достигать. Чтобы не только тебе было хорошо, но и тем людям, которые тебя окружают, которые живут вместе с тобой в этом обществе. То есть это не продвижение там самого себя, да, и не пиар какой-то, да. Это именно вот потребность души помочь ближнему. Ну, я считаю, что благотворительностью нужно заниматься только тогда, когда ты не можешь ей не заниматься. Если же ты ей занимаешься как работой, то это уже не благотворительность. Вот по статистике больше всего благотворительность стараются оказать больным детям, инвалидам, сиротам. Помогают, животным очень любят помогать. А вот к старикам, к людям с ментальными отклонениями как-то реже. А вы выбрали именно вот категорию ментальных. Почему? Ну, во-первых, вы правы, что именно этой категории людей помогают меньше всего. И это одна из причин, почему мы помогаем им. Но помогаем мы далеко не только этим категориям людей. Мы помогаем и сиротам, и малоимущим семьям, и анкл больным. Часто вот люди боятся общаться с ментальными инвалидами. У вас никогда не возникало чувства страха, неудобства? Потому что вот смотришь на человека, иногда не понимаешь. Понимает он тебя, чего от него ждать? Страха, агрессии, приступа, испуга? Нет, не возникало никогда чувства страха. Ну, и вот надо здесь, наверное, рассказать такой хороший пример интеграции этих людей в общество. Вот поселок Елатьма, где находится этот диспансер, о котором мы говорили выше, уже много лет он там находится, десятилетий. И люди, кто проживает в этом поселке, они каждый день спокойно, свободно коммуницируют с теми, кто живет в диспансерии. То есть это люди, которые ходят по поселку, разговаривают, вместе стоят в очередях, здороваются, какими-то делятся новостями в поселке, принимают какое-то участие в трудотерапии. Это, конечно, помогает им социализироваться и не чувствовать себя оторванными от общества. Инвалиды могут приносить пользу обществу, вот в вашем понимании? Да, разумеется. Может ли трудотерапия работать не только на медицинский эффект, но и нести в себе пользу для окружающих? Как говорится, два в одном флаконе. Да, вполне. Наш волонтерский отряд возник в прошлом году. Насчитывает 64 человека, которые живут в нашем интернате и работают по трем направлениям. Первый отряд – это творческая группа, которая ездит с благотворительными концертами в разные деревни, учреждения, интернаты. Вторая группа занимается краеведческой работой. Мы изучали историю нашей Ела-Тьмы и создавали памятные таблички, которые установили на местах разрушенных храмов. И третья группа – это благотворительные акции. Это и уборка территорий, это уборка прихрамовых территорий, берег, реки, оки, ну и везде, где мы нужны, наш завод. Администрация интерната может подыскать работу для каждой своей подопечной. Критерии – чтобы задача была по силам. Это, конечно, нужно не мне. Это нужно нашим проживающим, чтобы они чувствовали себя свободными гражданами свободной нашей страны. Чтобы они чувствовали себя такими же, как наши соседи, которые проживают там в собственных домах. Они чувствовали себя такими же счастливыми, такими же нужными и полезными. Это нужно для формирования их личности, которая, безусловно, у них присутствует. Пока эти женщины не уберут территорию до последней соринки, они даже короткий отдых себе не позволят. Таких работниц с удовольствием возьмет любой руководитель. Я, как глава администрации, сталкиваюсь с такой проблемой, как нехватка рабочих рук. К сожалению, наполнение бюджета не позволяет содержать в течение года большую команду для работы по благоустройству. Работа сезонная. И в этом случае на помощь нам приходят просто-напросто проживающие интернеты. Люди, которые хотят, любят и могут работать. Мы заключаем с ними рабочие договора, то есть люди получают зарплату, людям нравится то, что они помогают городу. И мы таким образом получаем ответственные рабочие руки. Мест, где можно приложить такие руки, в Ялатьме предостаточно. Город стоит на прекрасной оке. И как, к сожалению, это часто бывает, отдыхающие на берегу оставляют после себя много мусора. Зачинаешь убираться, одни банки, стеклянки бывают, и много банок от пива валяются. Буквально за полчаса прибрежная зона преображается. Прицеп у трактора заполнен мусором. И так каждую неделю. На улицах Ялатьмы мусора поменьше. Здесь девушки больше занимаются благоустройством и оформлением клумб. Самые красивые цветы высажены возле храмов. Куда многие из интерната приходят на службу. Вот эти люди, они на самом деле могут приносить великую пользу, великое добро. Вот у них есть волонтерское общество, они организовали. И с их помощью наш храм приводится в порядок. Наводится порядок и в прихрамовой территории, вокруг кладбищ. Делается много очень добрых, хороших дел. На территории интерната дел еще больше. Нужно подмести дорожки, присмотреть за осадом. И в теплице есть чем заняться круглый год. Зарплата за такую работу, правда, не предусмотрена. Но, во-первых, это хлопоты ради обустройства собственного жилья. Во-вторых, они дают ощущение востребованности. Они как бы отвлекаются от всей такой жизни. У них уже происходит как бы домашняя обстановка. Они же сами для себя это выращивают. Они же все это поедают тоже. Им это нравится. Соседние колхозы и сельхозпредприятия в летний период выстраиваются в очередь за помощью. Отсортировать посевной материал, убрать на полях сорняки. А уж во время сбора урожая работа найдется всем. Эта помощь нужна в том плане. Как бы рабочая сила. Не надо где-то искать кого-то из других стран везти. Это здесь рядом. И нам хорошо, и им тоже хорошо. Какой еще общественной деятельностью занимается сообщество? Ну, мы сотрудничаем с целым рядом фондов. Например, Наталья Москвитина, фонд «Женщины за жизнь». Наталья Авилова, фонд «Доктор Лиза». Юлия Ромейко, фонд «Спаси жизнь». Наталья Присецкая, общество поддержки родителей с инвалидностью и их семей «Катюша». Сергей Чесноков, фонд «За жизнь». Все знакомые люди, кого назвали. Многие у нас на передачах были. Ну, еще тоже два слова. Хотелось бы сказать о фонде, к примеру, «Русская береза». Это Оксана Горнаева. В фонде порядка 10 тысяч семей в попечении. В основном это из регионов. Мы были в Жуковском, в доме для больных детей фонда «Русская береза», где детки из ДЦП были и с другими отклонениями. Конечно, когда приходишь, смотришь на то, что они не могут сейчас просто взять, выйти на улицу и поиграть в песочницы или покататься с горки вместе с своими ровесниками. Конечно, от этого грустно. Но когда ты видишь, что к ним действительно с любовью относятся те люди, которым помогают, ты видишь, что эти дети смотрят на тебя с некой надеждой, ты пришел к ним не только с каким-то подарком, ты, конечно, пришел к ним, в первую очередь, как такой же живой человек, живое существо, эмоциональное, с которым можно вступить в эмоциональный контакт, которому можно кинуться на шею, которому можно посмотреть в глаза. Кстати, это совершенно другой взгляд этих людей. Он действительно пронизывает насквозь. И, конечно, когда ты уходишь, это долго не отпускает. И слезы наворачиваются, и хочется прийти снова и снова. И это жизнь, это история, у каждого своя судьба, у каждого свое горе, надежды, переживания. И они с тобой этим делятся иногда не вслух, иногда молча, безгласно. Ежегодный зеленый марафон «Бегущие сердца» – это уникальная возможность пробежать марафонскую дистанцию не только и не столько ради спортивного успеха, но и с гораздо более серьезной целью. Из года в год марафон собирает средства для помощи детям с ментальными, сенсорными и физическими нарушениями в развитии. Для нас, фонда «Обнаженные сердца» – большая честь, что Красная площадь была выделена в поддержку наших программ. Программ для детей с особенностями развития. Очень часто это дети, на которых обращают меньше всего внимания в регионах. И мы очень рады, что вместе с нашими партнерами мы привлекаем столько внимания к нашим задачам. Зеленый марафон «Бегущие сердца» стал поистине объединяющим для нашей страны. Сегодняшний пятый по счету юбилейный марафон прошел в 67 городах России. Всего же на старт вышло более 120 тысяч участников. Я считаю, что я как мама четверых детей должна помогать детям, которые больные. Поэтому я бегу только с целью благотворительности. Знаете, богатство – это тогда, когда все вокруг счастливы. Это не наличие количества денег. А когда ты можешь, умея зарабатывать, поделиться этим, понимаете, с людьми с ограниченными возможностями. Они должны чувствовать заботу о них. Вот и все. Это очень важно. Потому что это наше будущее. Мы же должны передавать из поколения в поколение хорошие примеры. Хорошую атмосферу создавать. Потому что взрослые своим примером показывают детям, какими надо быть. В забеге приняли участие люди самых разных возрастов и профессий. Кто-то впервые, кто-то уже не новичок. Кто-то преодолел дистанцию в 42 километра, кто-то в 10. А особенными гостями стали дети. Они с энтузиазмом одолевали километровую дистанцию и все получили на финише медали. Мы все бежали, все старались обогнать друг друга. Но потом просто все начали бежать своим темпом. Всем понравилось, мне кажется. У «Зеленого марафона» есть еще очень важный посыл. Он напоминает, что люди в нашем мире разные. Но все объединены стремлением жить. И обязательно нужно помогать тем, кто нуждается в поддержке. Марафон «Бегущие сердца» под руководством Володяновой Натальи и Полины Киценко, конечно, безусловно, вносит определенный вклад. И они учат правильно общаться с такими детьми, с такими людьми. Потому что многие не понимают даже, как правильно подойти, чем помочь и что-то сделать. Все люди объединяются для того, чтобы показать и доказать, что все мы равные, все мы разные. А дети с особенностями – это такие же дети, как и все остальные. Но просто им нужно чуть больше поддержки и помощи. Наступает время для нашей рубрики «Блиц. Опрос». Среди ваших друзей есть предприниматели? Да, конечно. О чем вы с ними говорите, если собираетесь за праздничным столом? О бизнесе или о семье? О жизни. О жизни. Где и как отдыхаете? Редко. В кругу семьи. Тяжело ли дается китайский язык? Вообще учите его? Да, продолжаю учить, хотя по первому образованию я переводчик китайского языка. В Китае довольно сильное расслоение общества на бедных и богатых. Благотворительность в Китае существует? Да, она существует. Расслоение, конечно же, как и в любой стране, оно существует. Но темпы развития экономики и уровня жизни нивелируют на данном этапе этот разрыв. А как там с доступной средой для инвалидов? Знаете, в крупных городах хорошо. Но Китай большой, городов очень много. И я бы все-таки при сравнении не сказал бы, что лучше, чем в России. Любимая книга, любимый фильм, любимое музыкальное произведение? Любимая книга «Цитадель» Экзупери. Фильм «Обратной дороги нет» такой четырехсерийный фильм военный, советский. Любимое музыкальное произведение, ну их очень много, я даже не знаю, классика, русский рок, бардовская песня. Вы любите историю? Да, конечно. Какая историческая эпоха для вас самая интересная? Та, в которой я живу. Восток дело тонкое? Тонкое. А можете сказать по-китайски, дорогие друзья, смотрите передачу «Фактор жизни»? Ну, фактор жизни, к сожалению, я не готов сказать, как по-китайски будет «фактор жизни». Скажем, про жизнь. Спасибо большое, Алексей. Было очень приятно с вами пообщаться. Хочу пожелать вам успехов в вашей благотворительной деятельности, ну и в бизнесе, конечно, чтобы было с чего вести благотворительную деятельность. Спасибо. Спасибо. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184, Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8495-656-05-91. Электронный адрес «Фактор жизни собачкой» – яндекс.ру. Архив программы на сайте Инва ТВ и на сайте ТВ-центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!